Невозможно посадить на карантин людей больше, чем на 4, 6, 8 или 10 недель. Это будет большой эксперимент над обществом, и возможно это просто утомит людей. Привет, меня зовут Саша, я живу в Стокгольме и работаю в проектном менеджменте. Когда вся ситуация с вирусом и карантинами случилась, я был за границей, в командировке. И я помню, 14 марта Дания объявляет, что она закрывает границы. В том числе и со Швецией. 15 марта Норвегия объявляет об ограничениях передвижения через свою границу между Швецией и Норвегией. На следующий день звонит мой шведский босс и говорит, что все, Саша, пора ехать домой в Стокгольм, вот тебе твой билет. Первая тревожность возникла с тем, что случаи заражения были выявлены в Северной Италии. Очень большое количество шведов каждый год именно в этот период ездят кататься на лыжах в Альпах. Естественно, тогда в марте местная служба эпидемиологии и охраны здоровья забила тревогу, и люди, в принципе, начали ощущать себя не в безопасности. Я прилетаю в Стокгольм, а в Стокгольме как будто ничего не случилось. Люди гуляют на улицах, школы открыты, можно ходить в спортзал, и, конечно же, в голове возникает определенный диссонанс. Единственное, что я увидел, я пошел в магазин, и, конечно же, я не увидел там туалетной бумаги и консерв, поэтому в этом плане шведы ничем не отличались от других народов. Сейчас прошло более чем три недели с того момента, и Швеция до сих пор не вела карантин и жесткие меры, как это, например, сделала Дания, Франция или Германия. Буквально пару дней тому назад вышло социологическое исследование, которое показало, что две трети шведов поддерживают шведское правительство и те меры, которые предпринимаются для контроля эпидемии. Общество столкнуло с довольно большим вызовом. Существует заблуждение в иностранных СМИ, что в Швеции нету никаких ограничений. На самом деле ограничения есть. Главный запрет — это запрет на собрание. Второе ограничение связано с деятельностью школ. Школы старшие закрыты, университеты также закрыты, но младшая школа и сады до сих пор работают. И это связано с тем, что правительство не хочет, чтобы дети оставались в семьях, особенно тех, кто, например, сейчас выполняет довольно важную функцию в обществе, как медсестры, доктора, либо полицейские и армия. Если вы чувствуете себя больным, вы должны оставаться дома. Если вы можете работать из дому, то вы должны работать из дому. По поводу баров и ресторанов. Они открыты, но барная стойка закрыта. Вы можете сидеть за столами, но они друг от друга отставлены на определенную дистанцию. Все спортивные залы до сих пор открыты, и ограничений на их посещение нет. Люди практически не носят маски, и местная служба эпидемиологии говорит о том, что это неэффективно. Почему все-таки не был введен карантин? Здесь есть несколько причин и несколько принципов. И первый из этих принципов основан на том, что шведская служба эпидемиологии и охраны здоровья не посчитала целесообразным введение жестких мер. Такие службы, даже государственные, являются довольно независимыми в Швеции. И политики, и в том числе премьер-министр Швеции не может им сказать, что думать и что рекомендовать. Если бы произошла ситуация, где шведский министр принял бы какие-то меры и не согласовал бы их, или они бы шли вразрез с рекомендациями службы эпидемиологии, это вызвало бы довольно большой скандал в обществе. Второй принцип связан с тем, что люди должны нести личную ответственность. Это довольно уникальный случай в Европе, поскольку они говорят, что если мы введем запрет и штрафы, то, скорее всего, люди все равно их будут не выполнять. Более эффективным способом является то, чтобы все люди поняли, почему важно выполнять рекомендации, которые дает шведское правительство. И третий очень важный момент. Шведские эксперты говорят о том, что если вести карантин, когда он понадобится, то должен исполняться принцип устойчивости. Поскольку невозможно посадить на карантин людей больше, чем на 4, 6, 8 или 10 недель. Это будет большой эксперимент над обществом, и возможно это просто утомить людей. Поскольку Швеция это экспортно-ориентированная страна, и для ее экономики открытые границы жизненно необходимы, все равно наблюдается огромное количество банкротств. В основном это пока малый бизнес, рестораны, бары. Буквально на днях Volvo и Scania объявили, что они останавливают все свои заводы. Это значит, что около 40 тысяч человек на данный момент не работают. Они либо отправлены в оплачиваемый отпуск, неоплачиваемый отпуск, либо на частичную занятость. Швеция на данный момент страна с одним из самых меньших уровней безработицы. Поэтому, конечно же, люди и шведы, с которыми я общаюсь, и в том числе я, постоянно думаю, окей, если сегодня остались без работы люди, которые работают в сфере обслуживания, то, возможно, это докатится и для нас с определенным опозданием.